Повод, чтобы всем переругаться, выборы в Белоруссии. Ну, конечно, вот как на Украине государственный переворот и русское движение раскололось. По глупейшим основаниям поддерживать антипутинцев. Ну, он либерасты, антипутинцы, вот вы их поддерживаете. Чего же там далеко-то ходить, вот они рядом. Не, надо у соседей поддержать. Да они не антипутинцы, они русофобы, ненавистники России и русских. Как вы их поддерживаете-то? Ну, реально поддержали вот те, кто якобы считался русскими националистами, поехали воевать против русских на стороне жидобандеровцев, как они сами себя и назвали. Ну, как такое может произойти? И сейчас у нас подобный же раскол намечается? Так нет, за батьку против батьки? Ну, как, во-первых, нельзя быть за батьку, потому что вы здесь ему только моральную поддержку можете оказать, но не более того. И что это моральная поддержка ему? Да ничего, да ничего. Кроме как склока больше никаких результатов не будет, потому что часть людей опять подвинулась рассудком и начала выступать в поддержку вот этой, ну, явно майданной публики. Ну, там же невооруженным взглядом видно, что все это, ну, точно так же происходит по тому же самому сценарию, что и на Украине. Ну, просто один в один. Вот это достаточно пяти минут посмотреть. Во-первых, там ничтожное количество этих противников Лукашенко. Я знаю, я прекрасно понимаю, у меня у самого критическое отношение к Лукашенко, потому что он как был советским человеком, так и остался. Он не вырастил национальную элиту, он не сделал никаких существенных шагов для того, чтобы действительно обеспечить воссоединение Белоруссии и России. Там было, где союзное государство, его просто нет и не проводилась соответствующая политика. Я не говорю, что Путин просто враг всякого воссоединения, потому что он враг России и русских. Всегда был и им останется. Но если ты друг-то, так надо было как-то немножко, я не знаю, с оппозиционным движением наладить какие-то отношения с русскими людьми, с русскими организациями. Ничего этого не было. У себя как-то русских привлечать, ничего этого не было. Это и даже сами возможности все это организовать уже давно в прошлом. И Лукашенко сам себя изжил, и, понятно, критическое отношение к нему. Но его противники-то еще хуже. Его противники хотят превратить Белоруссию во врага России. Раскрутить все то же самое, вот эту майданную технологию оболванивания, когда белорусы говорят, мы не русские. И украинцы говорят, мы не русские. Украинцы, кто живет у края, это те же самые русские, южно-русские, белорусы, белая Русь, Русь. Мы все Русь, мы все Русь. А им будут говорить, нет, мы особенные. И Лукашенко уже так и говорит. Мы, конечно, друзья, мы братья этого, но мы особенные. Да мы не особенные, мы один и тот же народ. Вот таких людей в Белоруссии, на Украине надо поддерживать. Конечно, Путин никогда не поддержит. Он враг, он наш самый главный враг. Никакой там не Обама-Трамп, там американский империализм. Это ерунда все. Главный наш враг сидит в Кремле. Это Владимир Владимирович Путин. Изменник Родины, вор. Глава воровского альянса, который оккупировал нашу страну. Интернационального антирусского. Ну, на Украине-то не надо точно таких же поддерживать. Ставленников Запада. Пять минут смотришь на эти картинки, то, что там съемки натурные. Ну, там в ночи они специально выходят, так что в сумерках. Показывают какие-то фрагменты и так далее. Ну, в сумме не больше пяти тысяч человек. Не больше пяти тысяч человек. И то там, ну, это же наемники. Ну, вы же увидели там, ну, показали, конечно, и путинские СМИ. Это же тетушки, те же самые, которые и были. Они там с двух сторон нанимали бандюков на Украине. Здесь, ну, ровно симметричная ситуация. Что же вы творите-то? Что же вы набрасываетесь на Лукашенко, потому что ему противостоит вот эта сволочь? А где вы раньше были? Ну, вы раньше-то бы его и критиковали. А сейчас вдруг, когда чаш весов вроде заколебал, хотя на самом деле этого нет. Ну, нет, ну, тоже Лукашенко для своего народа гораздо лучше, чем Путин для жителей России. Гораздо лучше. Ну, он не дал хотя бы разграбить свою экономику, свою промышленность и не унизил людей так, как унизили в России. Но вы Лукашенко предъявляете претензии больше, чем Путину. Вы с ума сошлись, что ли? Русская позиция в этих выборах, да, они бесчестные. Выборы везде бесчестные и никаких других выборов не бывает. Мы смотрим на позицию того, кто находится у власти. Она плавно изменяется в худшую сторону. Потому что мы сами изменяемся в худшую сторону. Потому что в Российской Федерации все хуже и хуже. Потому что русское самосознание рассеивается, растворяется. Не на что опереться. И Лукашенко просто перешел к режиму самоспасения. Никакого другого варианта у него нет, кроме как сохраниться у власти. Точно так же, как у Путина. Потому что у него нет шансов даже просто выжить. Но его найдут в любой точке земли. Потому что на Западе он никому не нужен, в России никому не нужен. Поэтому здесь, опираясь на насилие и прямое истребление народа, он удерживается у власти. Лукашенко милее к своему народу. Он тоже жесток. Жесток как диктатор. Но ему на смену идут худшие. Это трудно понять. Я думаю, из этого надо исходить. Во-первых, меж собой не надо устраивать склоки. Такие же, которые разорвали русское движение на Украине. Кто поедет помогать вот этой майданной, дурное слово чуть не сказал, майданной публике в Белоруссии, это сразу враги России. Просто сразу раз и отрезали. Точно так же, как ты националист, поехал воевать в эти карательные батальоны на Украину. Все, ты не просто националист. Тебя повесить надо. Ты хуже всех. Ты предатель. Хуже всех. Точно так же надо и относиться. Ах, ты туда хочешь? На их сторону? Туда поехать, организовывать цветную революцию? Ну, ты хуже всех. Все, сразу. Ты поддерживаешь либерастию там? Да какой же ты тогда нам будешь соратник? Ну, давайте подумаем об этом. Я понимаю, что такие спонтанные всплески Лукашенко не устраивает. И со злобы давай я за его врагов буду выступать. Ну, это же абсурд. Это абсурд. Давайте от этого абсурда уходить за русское национальное единство. Воссоединение русских в русском национальном движении. Слава Руси! Господи, спаси!